Что касается пасука Шма-Исраэль, который является некой визитной карточкой еврейского народа, внутри самого еврейского народа. То есть это такая важная и значимая фраза, которая по аллахе евреи обязаны произносить ее утром и вечером. И утром это символизирует принятие на себя власти Творца. А вечером то, что человек отдает Богу душу, когда он ложится спать, и Шма-Исраэль есть много значений, оно убирает всяких мазиков, всякие силы тьмы, которые ночью получают разрешение действовать в мире и так далее. Но откуда оно берется? Читаем в Торе книга Дворим, шестая глава, в Изоте Митцва Хукима Машпати, Машер Абэну, который он повторяет Тору, наставляет еврейский народ перед своей смертью. И вот это заповедь, законы, которые Всевышний вам повелевает, чтобы вы их исполняли в земле, которую вы сейчас унаследуете, для того, чтобы бояться Бога Всесильного вашего, хранить все его заповеди, умит свотав его повеления, ты и твои дети и потомки до всех поколений. И для того, чтобы у вас продлились ваши годы, в Ишамата Исраэль, и пусть слушается Израэль, в Ишамар Таласот, во всех поколениях пусть слышит и исполняет те заповеди, которые Всевышний нам повелел в пустыне, Машер Абэну говорит им это в Синайской пустыне, И будет вам от этого хорошо, и вы увеличитесь, усилитесь очень. Как Всевышний вам обещал, вашим отцам дать землю текущим молоком и мёдом. И после этого идёт та самая глава Ишамар Исраэль, которую мы, в общем, все знаем. И сказал Раби Шимон бен Лакиш, приводится история в Талмуде, Что Яков перед смертью, мы видим в Торе, в книге Брэйшит, 49 глава, первый пасук, что Яков позвал своих сыновей и хотел им рассказать, когда наступит избавление от египетского рабства, в которое они сейчас спускаются, ну, вернее, уже спустились. И написано, что Яков хотел им рассказать, как это рабство закончится, и в этот момент Шхина божественное присутствие его покинуло, и Яков не стал вот это пророчество пророчествовать, и испугался, что вдруг кто-то из 12 его сыновей, которые сейчас рядом с ним собрались, вдруг кто-то из них недостойный, почему Шхина уходит, потому что божественное присутствие, дар пророчества, он не находится, не пребывает на чайке, если рядом с ним находится какой-то злодей. И Яков боится, что сейчас кто-то из его сыновей стал злодеем, и говорит Медраж, что может быть кто-то из вас стал грешником, и Омру Лобанав говорит Медраж, что ответили ему его сыновья, сыновья Якова, все его 12 сыновей, что слушай Израиль, Бог наш единый, Бог наш всесильный, Бог один. То есть мы, получается, видим, что на самом деле Шхина Исраиля, она была известна еще до Синайского откровения, до того, как была дарована Тора, была передана Тора через Маширабейн еврейским народом, и есть еще более ранние Медражи о том, что Яков, когда он услышал, что его сын Йосеф, он жив, он правитель Египта, он спустился в Египет, и написано, что Йосеф плакал у него на плече, то есть Йосеф видит отца и плачет, и не написано, что Яков плачет, и спрашивается, а что с Яковом в этот момент было, и отвечает Медражи, что Яков, который увидел Йосефа, в это время пришло время чтения Шма Исраиля, и Яков читал Шма Исраиля, исполнял заповедь вечернего чтения Шма. И тут мы входим на самом деле в более интересную, более глубокую тему о том, что вообще происходит на горе Синай, насколько это некое создание чего-то из ничего, и как вообще мир живет до Синайского откровения. Потому что на самом деле, если просто читать Тору, как-то поверхностно подходить к этому, не углубляясь в то, что на самом деле внутри происходит, то создается неправильное поверхностное ощущение о том, что пророки – это случайно избранные богом люди, и какой-то такой мир, он спонтанный очень. Вот Всевышний проявился, что здесь, как. И события очень отрывочные. Например, мы знаем, что Яков, когда он бежал от своего брата Исава, и он спасался у Лавана Арамейского, то написано, что Яков, он сначала пошел и 14 лет учился в Иши-Вишеме Эвера. Есть у нас еще много таких разных эпизодов, и люди их часто игнорируют. На самом деле, это очень важная и значимая информация, что во все времена, на самом деле, начиная с Адама Решона, и вопрос звучит даже более глобально, чем занимался Адам Решон в райском саду. То есть наши мальчики говорят, что Адам был создан за два часа до Шабата, и, на самом деле, он должен был, по одному из мнений, вот это дерево, от которого он поел, это был виноградник, и, в общем, он должен был его выжать виноградный сок, и он бы стал ему разрешенный в сам субботу, в сам шаббат. Адам не вытерпел, и он его поел раньше. Да, это вот эти, кстати, интересно, что в народных эпосах очень много есть сказок про то, что там, например, сказка про Иван-Царевича, который он там себе находит лягушку, прекрасную царевну, и он не выдерживает, она ему говорит, подожди несколько дней, вот, и не сжигай мою шкурку, она каждый день превращается в принцессу обратно, он сжигает ее шкурку, и тогда она уходит. Часто передаются значимые зашифрованные вещи, и вот одна из них, это вот эта идея о том, что часто в мире происходили события, которые они были именно с неким какой-то поспешностью, которая намного чего портила. Возникает вопрос, как бы то ни было, да, то есть возникает вопрос, вот эти вот в то время, когда змей соблазнял Хаву, где был Адам, чем он занимался, вот, и мы знаем, что в этот момент он учил Тору с ангелами, да, то есть у нас на самом деле в момент дарования Торы на горе Синай, она не совсем в пустой мир пришла, то есть Торы, она здесь уже была, но она не была на уровне заповеди, она не была на уровне приказа, вот, она была на уровне той сущности, про которую все знали, что она будет получена, например, про Якова, потому что Яков знал, что у него будет 12 сыновей, и нам сегодня сложно понять, потому что мы сегодня живем в совсем другом мире, где нету не пророчества, а и многих других вещей, а раньше духовность была намного более развита, например, сказано в книге Шмуэль, что перед тем, как должен был родиться пророк Шмуэль, каждый день выходил голос с неба и говорил, что сейчас родится Шмуэль, и сказано, что все мамы в те годы они называли своих детей Шмуэлями, вот, пока не родился тот самый Шмуэль у Ханы, который стал великим пророком, отцом всех пророков, да, как его называют, очень великим пророком пророк Шмуэль, вот, то есть была реальность, которая она, в общем, в этом мире она находилась, и со времен Адама были учебные заведения, где Тору изучали, Аллаху изучали, передавали ее, и вот эта фраза, Шма Исраэля Шамалукейну Ашамехат, слушай, Израиль, Бог наш, единый Бог наш, она тоже была в мире, рассказывает, что был спор между Йосефом и братьями, одно из объяснений, чего они ссорились, почему они спорили, что, по мнению Йосефа, они, до дарования Тора, они еще были в статусе неевреев, а по мнению братьев, они были уже в статусе евреев, есть некоторые разные законодательные моменты между тем, между еврейским народом и окружающими народами, вот, и это то, в чем у Йосефа были претензии, вот, как бы то ни было, да, то есть у нас есть фраза, вот, это Шмай-Исраиль, Ашем-Лукейну, Ашем-Ихата, она упомянута в Торе, и вот эта фраза, Барух Шем-Квот, Мархутоле, Олам-Ваэт, что благосоверенно славное имя царства, его Маше послушал у ангелов, когда он поднялся на гору Синай, вот, и, у нас есть заповедь из Торы, говори слова эти, ложась и вставая, вот, это вошло в Шульхан-Орух, то есть, это повеление из Торы, каждый мужчина, он должен утром и вечером читать Шмай-Исраиль, имея в виду, что он принимает на себя власть Творца в мире, и есть большая сила, как можно сказать, да, что вечером разгоняет всяких мазиков, всякие, вот, человек, который ночью боится, что там всякие привидения, там, я не знаю, еще что-то, да, то пусть скажешь Шмай-Исраиль, и, в общем, это перед смертью евреи все время говорят Шмай-Исраиль, то есть, это такая значимая вещь, но история ее, она вот гораздо раньше, даже еще до дарования Торы, и Яков знал ее, и вот оно еще передавалось, пришло к нему явно, он же это не сам придумал, да, оно передавалось ему из более ранних источников. С точки зрения именно галахических деталей, Шмай-Исраиль надо читать утром в утренней молитве, вечерней молитве, вечером, начиная с выхода звезд, а утром в первые три часа, начиная с Алота-Шахра, начиная с того, как на небе начало расцветать, и до первых трех часов. Есть специальные календарики, сегодня очень удобно, еврейская жизнь, она очень удобная сегодня, потому что у нас есть для смартфонов специальные программы, которые называются Зманим или Луах, календарь на еврейце, где указаны, он прямо определяет, где ты находишься, широту, долготу, по GPS, и показывать, какие у тебя времена, показывать по компасу, где направление Иерусалим, на которой молиться, и все сегодня очень удобно, можно эти заповеди исполнять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова